приветствую вас дорогие друзья ну вот такая беда хотел ролик записать отреагировал ролик на нажатие кнопки которые активируются это самая программа записи и ролик как бы пропустился продолжить приключение у нас по ходу четвертая миссия и знаете лапа в общем-то закончилась почему первых трех миссиях довольно таки простая карта для постройки всего и вся здесь у нас смотрите такие трудности ну волки волками ладно волки у нас есть то не беда вот как бы хорошее место для застройки и вот у нас место где руковая ферма рыбки мы догадочно у нас есть как бы береговая линия рыбки наловить не можем у нас тут фермы а я честно говоря уже даже не помню придется ли нам провести несколько миссий на этой карте или может быть мы на эту карту еще будем возвращаться давайте сразу глянем что за задание у нас принципе карта такая мы должны построить здесь колонию у нас основной город дерево добывать не может и вино там не растет поэтому мы должны запасти для метрополии для своего городка основного 30 штабелей дерева да и 30 амфор венец а вот я ломаю голову у нас люди могут только шерсть добывать олива у нас нету но у нас производство есть оливковый пресс и у нас есть лесопилка лесопилка скульптурная мастерская оливковый пресс и винный завод говорите мне что мне тут придется рамка кому-то богу еще лепить вот тут вот смотрите тут район у нас крайне маленький я же говорю уже говорил в одном из ролика в отличие от цезаря в этой игры конкретная заключается но в следующем то что у нас нет необходимости чтобы наши здания или производства располагались где-то вблизи от жилых районов но работники саворы с базара с нашего они далеко ходить на склады и в амбары за произведенными продуктами не хотят вместо у нас мало вместо у нас мало да плюс у нас насколько помнится так не подожди а но видите я путаю кое-что с цезарем потому что у цезаря лесопилку надо было ставить непосредственно около дерева тут можно лесопилку ставить везде тут у нас люди гуляют по карте если у цезаря люди ходили только по дорогам ну кроме разве что войск войск и те кто убегает из города ой да ой да ой да ой да да ну как же быть ну как же быть все устроены так люди желают пить желают пить и пофигу что будет пока пока мне немножко непонятно как строить ну ладно давайте мы начнем пожалуйста с луковой фермы пару поставим выведем дорожку пару луковых ферм естественно тут мы поставим амбар так тут же нам надо поставить вот такого пацана или запретить ему ходить куда нибудь еще да ладно это мы сделали ну тоже насколько я помню у нас большой сильной зависимости нет от того если мы сейчас вот возьмем вырубим здесь лес у нас ну скажем так как в некоторых играх например эпоха империй там там же ресурсы исчезают со временем можно всю карту вырубить и ни одного дерева не останется так мы это поставили да мы должны поставить здесь еще одного дублирующего пацана надеюсь по диагонали он сюда вот не выйдет на дорожку я понял нам нужны рабочие нам нужны рабочие лабиринт ну давайте по скромному это колония поставим тут цветник чтоб как-то компенсировать негатив от этого района и начнем лепить первые дома вот я не помню почему то именно засела раз два три четыре пять шесть семь восемь число восемь то ли это у меня осталось из цезаря где действительно располагал по восемь такие небольшие блоки по восемь домов обычно давай обычного город что мне тут надо тут нужен колодец обязательно и нужна клиника у нас в принципе особо сильно город развивать как бы ну потребности нет нам главное вот добиться результата ну тем не менее мы попытаемся как бы оконос расцветает талос находится в городе блин да ну что это ну ну да вот вот проблема я начал строиться в этом районе а у нас на горе на классном месте пришел талос но я уже не помню кто такой талос как бы опять его этот самый иракл не породился каким-то монстром талос почувствуй боль когда я обрушиваю на твой мозг череду своих ударов да спасибо это место ждет припятия жильца твою дивизию а как мне стало с обороться дома героя я зон походу я зон у нас победит талоса ладно мы будем потакать ублюдку извините пацаны то есть вот тогда мне приходится где строится вот оно где будет место мое родное и судя по всему наверно все таки на эту карту мне придется вернуться еще не раз твою мать кипучий талос я не знаю у нас подожди что-то на берегу строится будет давайте олянем вторую и у нас причалов куча то есть берег мне лучше не занимать да египет открыли я понял теперь еще у нас египет открыли ой 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 действительно такая непростая карта да и нам наверно придется довольствоваться ну вообще минимумом всего хорошего минимумом вот она вся прелесть игрой зелс по сейдон пацаны вам сколько фирм надо какой мне район ставить а вообще жесть вообще жесть жесть и нищета партизана а блин у меня же скорость увеличена твоей дивизии ты ж не забывай ура ты ж шурик не забывай что ты скорость увеличил тебе сейчас надо по-быренькому лепить домик извините пацаны красоты не будет извините пацаны красоты не будет мне надо чтобы уже прибывали в город и начинали мне что то полезного делать так 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 вам пока да пацаны все выживаем жестоко блин понимаете мы выживаем столько поэтому будем ставить торгутся пищи и погуда и минимум минимум всего ребятушки ребятушки козлятушки и 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 дворец то поставить некуда придется зацикливать весь этот район диван там и и впо на и у где точно да новой посмотрим green Как же мне все это лепить-то? Так, по-моему у нас справится один постинженеров и пожарная охрана должна справиться, иди туда, иди туда. У нас кстати я не смотрел в этот раз в этом прохождении, или у нас это во дворце, откуда я его буду этот дворец лепить-то, не просто в Цезаре была укладка сенаторов и его укладки сенаторов ты мог управлять, очень-очень хорошо управлять распределением людей. Сейчас вот на производство пищи у нас пришли люди и все, и хапсец. Так, все, что-то какую-то пищу потащило, да? Да, они не несут немного лука, люди будут хавать лук, я тоже буду хавать лук. Так, а тут теперь работника из четырех, что у нас там? Пища мало, работники низкая, шесть нужно работников. Ну сейчас пацан пищу повезет, хоть какие-то дома начали отдупляться, вот эти вот я не понял. Пища прибыла. Ааа, доступ к культурным ценностям. Да какие пизду культурные ценности, вы чё пацаны? Где вам мать вашу за ногу театр буду ставить? По их дивизию, а? Так вы не дороги. Какие игры? Вы чё? Нам бы тут, блин, это... Вообще, уже не рабочие, понятно, что нужно рабочие. Школа драмы, ну вот хотят люди, чтобы у нас давали представление. Ну вот, кстати, у нас... Давайте глянем. Вот Ариена, беспорядки, опасности. Украинский домик, видите, тут немножко растёт. Сейчас посмотрим, как наш инспектор Лестрейд доходит до всего этого дела. Штымс, 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 блин, твою мать! Инспектор Лестрейд, ты меня подводишь. Ну тут я всё равно торговую точку поставить уже не смогу. Ладно, расход людей дополнительный у нас. У нас инспектор Лестрейд подвездовал. Штой один. Так, шо у нас по людям? У нас уже наблюдается энкая безработица. Вот этому, вот этой хатке хавку не донесли. Ну, хавки мало, извините, пацаны. Что, мне получается, мне нужно всё-таки их обеспечивать хаваниной, блин. А как же я буду добывать себе всё остальное прочее, то, что мне необходимо? Мне надо 30 штабелей досок, поэтому мне как минимум два склада понадобится, да? У нас вот здесь вот дерево принимать 32. 32 дерева мы будем принимать. У нас люди разбегаются, потому что голодуха. Потому что голодуха. Голодомор устроили, понимаешь? Приехали поганые. Устроили людям полный абзац. Полный Гильденштерн и Розенкрам. Мертвый. Так, ладно, чё тебе надо? Не доставить пищу, дом деградирует. Ну, а шо делать? Хлопцы, шо делать? Деградируйте. У меня пока мысли нету, как всё это тут вам располагать. Потому что у нас вот он, он ходит, гад. Гад ползучий ходит. Так, у нас люди растекаются, блин. Да, подожди. Всё это классно. Это моя метрополия. Глопчик. Э, а шо? На шо мне драхмы? Вы шо люди? Тут драхмы. О! Не, это масло, блин. Где, где кто может халку дать? Скульптуры. Ааа! О! Ну, требования. Это просьба. Нижайшая просьба. И, слушайте, мы, наверное, им у нас денег до хрена. Пошлём им две с половиной тысячи драхм. Если сейчас они согласятся нам поставить, этот самый, согласятся нам поставить еду, это будет классно. Здесь мы принимать будем вино. Так, а по мастерским? Получается, наверное, дорогу надо вывести в эту сторону. В эту, да может, я сейчас, наверное, сейчас вообще совсем неправильно строю. Всё это дело. Лесопилки. Ааа! Дом садовода. Садовода. И, по крайней мере, один винный завод. Ааа! Сволочь! Спасибо нам за деньги! Твою мать! Ты, дружище! Как ты мог с нами так поступить? Мы просили три курочки хлеба. Мы же на моем спаси жур. А ты нам. Стволота, блин. Вот люди какие, а! Ой, рабочих нужно девяносто семь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ещё надо лепить дома. Вы ещё хотите, чтобы я дома благородных ставил? Да не, ребят. Тут нам хотя бы вот так вот как-то выжить. Нам даже не до красот уже. Так. Я вон театр построил. Трамы и комедии. Так, я ж поставил винный этот самый. Винный завод и домик в вино. Бело. Виноградная лоза. Виноградная лоза. Давайте вот тут вот расположим. По чуть-чуть. Как-то. У нас конкретная нехватка. 85 людей. Еда. Я не помню. По-моему, нельзя тут приоритеты менять. Всё. По-моему, нельзя приоритеты для людей выставлять, в отличие от Цезаря. Ну, приоритеты на работу. Я бы их сейчас всех на ферму кинул бы. Сволочь. Вот сволочь. Ладно, мы тебе это запомним. Я Луис Пресли нас там послал. И мы вернёмся в свой город. Ну, армию наделаем. Придём к тебе. Осваивать территорию. Входит. Входит. Входит ублюдок. Ух. Что надо этому я зону? Три три ремы. Два отряда всадников. Шестьдесят четыре ящика пищи. Ты че? Дружба. Ты нахрен, глядь. Спасибо. Та да, та да, та да. Та-та-дам. Та-та-ри-та-та-там. Та-ри-та-ди-та-ди-та-дам. Не, может, если бы я тут как-то строил городок, вот, в этой части. Может быть, конечно, да. Ну, а что нам делать-то? Нам опции скорости на 100. Пять работников. Зачем мне масло? Понимаете, стой, давай быстрее. Да подожди. Сейчас я складываю. Зря, скорость увеличен. Очень зря. Какие игры? Какие игры, ты шо, блин? Очень богатые. У нас тут полный трындец. Ладно, тороться маслом. Тороцы, шерсти. Ну, не ладно, раз тороться шерсти мы поставили, давайте. Тут домик пастуха поставим. И натыкаем хоть немножечко овечек у нас тут, где-нибудь в закоулке, где Талос нам не придет. Опять так, хоть какая-то шерсть вам местами будет. Он у меня, наверное, уже сейчас безработица. Мне нужно рабочих. Немножко отдубляется городок. По чуть-чуть. О, им уже красоты нужны. Им надо привлекательность и их место улучшать. Поэтому пошли в красоты. Давайте вам тут вот так вот. Все равно я тут ничего поставить. Не смогу. Два рыбных пруда. Только не говорите, что вы там рыбу идти не будете, блин. Я знаю, будете. Тут вот на углу Бельвидер поставим. Цветник. Давайте лабиринты. Чтоб покрутоте уже было. Два лабиринта. Цветник. Еще цветник. А тут давайте. Понял я. О, мы что-то вы... Да, ну, слушайте. Мы что-то выиграли. Давайте тут дорические колонны поставим. Для красоты. Монумент. О, у нас... Откуда у меня ученые взялись? У меня всего лишь... У меня ученых нет. А, подожди, это что, с Метрополией посылали наших еще пацанов? Так, народ у нас пошел пребывать весьма активно. У нас безработица растет. А с учетом безработицы... Может что-то, блин, испортится? Так, давайте посмотрим, кто у нас имеется. У нас имеется... Уноска... У нас... Наша... Метрополия имеется. И ничего, Метрополия нам не рисует, да? Нужно производить вино. Продажа шерсти, оливковое масло, вино. Продажа... Слушайте, а что у нас получается? Оливки никто не продает. Пшеница, бронза. Ливия. Ливия продает оливки. А... Даже не знаю. Ливия продает оливки. Нам сейчас... Нужна ливия. Что-то написали мне. Оливки покупает. Так. А ты дерево оливки. Не принимать... Остальное пускай будет. Не, вино. Не принимать... А-а-а-а... Дерево. Где... Да что ж, если бы такое дерево не принимать. Так. И с учетом всего этого добра, мы можем поставить один оливковый пресс. А с учетом того, что у нас безработица развивается, да? Мы выведем... Вот так вот я сказал дорожку. Мы выведем дорожку, поставим вот тут вот препятствие. Поставим пасанчика, который будет ходить. И давайте, что нам... Что нам нужно? Нам, в принципе, сейчас нужно наверное пару домиков пастуха и овец. Так. А мне люди опять разбегаются. То есть вам халки не хватает, да? Дорожку зря поставил. Вот так вот. Так. Теперь нужны рабочие. 28 рабочих. Ну, халка закончилась, да? Халочка. Вы сами не хотите трудиться. А ну, а тут я могу луковую ферму? Нет, не могу. Так. И мы наблюдаем, что у нас вот этот пацифедор, он ходит туда, где у меня домов нету, да? А я тут еще одно препятствие поставим. Тут свой инженер есть. Ладно. Пускай будет так. и у нас дерево и оливки. дерево и оливки. Кто-то у нас производил, продает пшеницу. Вино нужно. Продажа шерсть. Продажа шерсть. Продажа оливковое масло. Египет у нас производит оливки. Получает оливковое масло, то есть производит пшеницу, да? назад город. Так. Придется тут своего инспектора ставить, хоть у меня сейчас и нехватка людей. и у вас пшеница покупает. Давайте по чуть-чуть тоже, по 6. Так. И вот этот складик на пшеницу не принимает. Нормально. А, они хотят поставить 11Ам формина. Вы что? У нас своих еще нет. У меня виноградников тут вообще всего ничего. Люди заюзали. У меня всего один домик садовода. понимаешь, рабочих нет. Сейчас они отдумляться начнут. Культурные ценности вам нужны. Как же вы мне дороги, а? Вам нужны культурные ценности. Не знаю, как мне тут все это располагать. Давайте колледж. Мы тут вот поставим а кодиум вот здесь. Надеюсь, у меня инспектор сюда доходит нормально. Чтоб оно не разрушилось. Побежали люди. На кодиуме. Еды нет. Вот, лук привезли, пацаны. Сейчас едут. Все, сейчас будет халковом. Привезли лук. Свежий, вкусный, острый, горький, сладкий. Какой хочешь. Красный, розовый, зеленый. Побежали люди. Побежали. У меня мигранты завелись. Там где я открыт? Там у нас открываются новые города, с которыми можно торговать. Судя по всему, нам на эту карту придется возвращаться еще, наверное, не раз. потому что нам вот этого попиндоса точно надо будет как-то победять. Я забыл, что там я зону надо. Ой, ему там да хрена что надо. Ладно, пока мы просто пытаемся выполнить вот это задание, а следующее будем уже в следующей миссии решать. Чувак, тут других районов нету, куда ты пошел? Ну, вот в этом самом вспоминали в комментариях зрители как раз императора Срединного Королевства. Вот у нас возвращенцы пошли. Праздница в фивах, да идите вы. Липийские игры начинаются. В этот император Срединного Королевства, в императоре Срединного Королевства как раз у нас была такая возможность замечательная, как вот эти ограничения указывать кто именно имеет право проходить кто нет. Списочек так сказать. шерсти нужно сволочью. Так, а что у нас? У нас 250 рабочих надо. Вы что, ребята, блин, у меня и торговля сейчас загнется. Так, а вы попиндосы можете ходить вот сюда, вот с базара отсюда именно забирать хлебушку. У меня привезли пшеничку. Будете лепешечки дома печь. так, у меня рабочих нет, но все равно, ладно, винный завод. доски повезли. О, нихрена себе у нас дома как поднялись. Кто мне может развиваться, потому как нет доступа к культурным ценностям? нам конечно рабочих надо, но мы наверное сейчас сделаем маленький фильтик ушами и дадим им культурных ценностей вот в виде вот такого. Вот такого. Небольшая реновация у нас, небольшая перестройка. Ну ладно, а тут мы вам еще дом поставим. Так, раз. Чем вы недовольны? Нужна о, тут вода нужна. Твои девисти. носим вот этот дом сюда. Иди нафиг. У нас вина нету. видишь, я ни хрена хреновый из меня правитель, так сказать, пошлют меня в лагеря. Йосиф Исарионович Гераклов приедет ко мне, заберет меня, блин. А Зевс Клементьевич Ворошилов отправит лагеря. Сейчас вам воду привезут. Не волнуйтесь. Нас 500 человек. Масло вам надо. Ну, масло тоже. У нас он есть. Масло, оливки закупили. Так, рабочих нужно. Скоро не нужно будет, по идее. Развиваются дома. От запасов еды у меня все равно нифига нету, да? Сейчас как только безработные появятся, надо еще ставить ферму. Так, привезли. Мы покупаем, только у нас деньги убывают. Продавать мы нифига не можем. Нет бы, чтобы Метрополия нам поставляла там зерно. Они же, по-моему, там, пшеничные фермы. Ну, почему нельзя поставить, поставлять зерно-то, а? Так, что у меня под доском? Дерева 4 всего. Рабочих нужно 35. Ну, знаете, может получиться, что у меня и рабочих не будет. Празница. пошли он. Нос нужна в еде. Так, какой-то я сам нужна в еде. Так, думайте хуже, пошли вы нафиг. Что хотите, то и думайте. Окружение вот этому зданию мешает мать тела заново окружения. Ща, я сейчас без денег останусь, потому что я закупаю вам зерно. А вы мне тут еще мозги парите с окружением. На тебе. Так вот, так вот, так вот, так вот, так. Все. Все. финансы падает. Да понятно, что падает. У меня даже дворца нету. Ребят. Ребят, блин, ну, вообще вы. Кстати, что у меня по дворце? Поставить мне даже негде. Может, я неправильно немножко тут застройку повел. Кстати, вот тут я могу попытаться влекить дворец. я предполагал, что возможно мне тут придется ставить какие-то другие вещи. Теперь у меня тут народ ходит. В обход идут, дороги им нету, понимаешь. А сейчас я поставлю, могут перестать вообще ходить. Понимаю. Куда я им налоговика буду лепить? все равно они такие деньги там приносят. Твою дивизию, а? Давай посмотрим, что тебе надо? Привлекательность этого места дает покоясь. Да ух ты! А как так? Фонтан. Как так-то? это не дело. Не доходит у меня сюда пацанчик. налоговика. Ахахахаха. Так вам будет. и налоговика. Вот тут я вам леплю. Да идите на тык. Я тоже нуждаюсь. Мне помогли, когда еду просили. Люди умирали на улицах. Кошек всех съели, собак, соседей. я просил у вас. Просил я на коленях ползал перед вами. Я просил пришлите нам немного еды. Мы гибнем. Мы погибаем. Что вы мне сказали? У нас Олимпийские игры. Нам надо весноватое представление делать. Так. Что у меня со складом под вино? Ладно. Я не такой безбалостный. Вино семь штук. Доски опять бревен. У меня пошла безработица. Так. Так вот ополчением этого Пиндоса не забьем никак. Праздниц то и вы. Обиделись на нас. Начинают игру Истмиана. Так и Истмана. Так. Сработица четыре. ws. А ... Субтитры сделал DimaTorzok Пища мало, ее безработица 9%, не критичная, не критичная она у нас, давайте наверное еще винный завод поставим, винный завод и можно наверное еще один оливковой пресс на всяких случаях купить, пока вроде городу всего хватает, шерсть есть, оливковое масло есть, торговцы работают, нас благодарят, благодарит вас сильнее, они по моему еду послали, а у нас еды теперь нет, из-за того, что мы тебе еду послали, чувак, как тебе их будет, сейчас мне люди поберут, смотрите, бревна потащили, Так, привезли нам оливок, немножко, а мы вот в убытках, мне же продавать, а что я могу продавать на самом деле, давайте глянем, шерсть продает, ну это чревато, конечно, такое дело, Потому что сейчас можем остаться без шерсти, шерсть бронзы у нас нет, а ты что покупаешь, продает оливковое масло, давайте тут тоже, ну можно по 3 вообще продавать, давайте мы наглым образом по 6 будем продавать, И попытаемся на этом сделать маленький бизнес, не знаю, как бы это не привело к каким-то негативным последствиям, Так, хорошая занятость, финансы падают, да понятное дело, финансы падают, Так, шерсть привезли, ну это твою мать, гляфью, ладно, на тебе вам, были добрые отношения, 8 на складе, 30 там хромила, минат для митрополии на складе, это вообще жестоко, Толкай жестоко, блин, так, безработица у нас, пища хорошая, занятость, пока у меня все в норме, Так, да, шерсти у нас избыток был, ну правильно, что мы начали ее хоть по чуть-чуть продавать, И вы хуже, да мы ж только что вам вина послали, Так, у нас, ну, у нас непонятно что по винограду, А, у нас хорошая занятость, у нас все, больше ничего, никакую сторону ставить нельзя, А по винограду у нас, наверное, креного, потому что у нас вот минный завод пока растаивает, Поэтому нам невинный завод надо было ставить, а надо было ставить еще один домик с садовода, И лук у нас растет как-то хреново, ну вы хоть зеленый срезайте там, Пока эти головки повырастают, зеленым продавайте. Ну что, дорогие друзья, вам, наверное, придется побыть парочку минут, даже, может, меньше, без моего общества, Негативно-никотиновая зависимость, ну, пойду я пока, ну, надеюсь, тут ничего не произойдет такого особенного, Ну, просто ОБС эту игру плохо хочет записывать, поэтому я записываю, А программа, к которой я делаю ролики, тоже с ней не дружит, почему-то, вот именно с этой рисованной игрушкой, Почему-то она ее пригружает сильно-сильно, поэтому я пытаюсь одним целым роликом все записать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, тут еще и желудок подсосало, поэтому пошел печенюшку съел. Медленно-медленно мы добываем дерево и вино, тем более, тем более, что у нас вино, это, блин, сволочи клянчат. Так, финансы растут, отлично, ой-ой-ой, зато шерсти мало осталось, ну, тут не хватает, конечно, кнопочки, там, запас для города, неприкосновенный, который только для города идет. Да, 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 да Тут, конечно, есть небольшой финт ушами попытаться. Эльвисин производит вино, а он к нам равнодушен, но он нам помогать не будет. Ладно, можно было попросить вина. Видите, пока у нас просят вина, так, у нас винный пресс заработал, еще один, а урок тут продолжает тусоваться. Что у нас героя нужно? Да-да, где же я тебе возьму треремы, блин? На треремы надо и дерево надо, и оружие. На всадников надо район, классный, хороший. Ух ты! Мне Кносос послал дерево, классно, да? Дерево отправить. Товары, я вволь, классно, с деревом мы разобрались. Ой-ой-ой, да, Шура-Шура. Все, а, нет, ну, на треремы у нас лишний поставят, надо оружие. Ну, немножко, может, я неправильно и поиграл на этой карте. Возможно, вот тут надо было как-то лепиться, может, именно на этом месте этот чувак только и ходит. Тут бы у меня больший район получился. И благородных можно было завести. Ну, главное сейчас нам задание выпало вот. В принципе, скорее всего, да, скорее всего, надо вот здесь вот строить как-то райончик по вот этим, по углам. Чтоб этот чувак до него не заходил. И здесь строить райончик, но тут делать упор все-таки больше, наверное, на постройку какой-то коммерческой структуры, мастерских и прочего всего. Ну, места свободного много было бы. Места было бы свободно много. Так, о чем? Ну, больше ничего не, мы что-то уигрывали. Не знаю. Монамент ученого. Может, это можно будет поставить в своем городе потом, в основном. Пускай пока будут запасники. Вино 12. Калейдон. Вино. Покупает вину. Нужно вину. Производит вину. Нужно ему дерево. Давайте четыре штабеля дерева ему пошлем, раз нам уже его копить не надо. Нужно было попытаться начать торговать деревом, но мне строить уже негде тут торговые точки. Элвисин благодарит за дерево. Ну, шо ты, апельсин, блин. Элвис пресли. Равнодушен он к нам. Мою дивизию. Ну, тай нам, блинам. Пожалуйста. Мы миссию закончим и поскачем на другую карту. Или же на этой нам дадут задание. А как дадут задание? Построить флот. Построить армию. И будет нам народ и армия едины, блин. Монумент счастья готов. А, блин. Думаю, что у меня шерсть. Шерсть не сильно копится, а масло накопилось. Я же, блин, забыл его продавать. Ну, пацаны, давайте. Пятнадцать, а не тридцать надо этого. Не на, блин, поганого. Что у нас порабочим? Не хотите папочку порадовать? Не хотят. У меня же вот вопрос. Пытаться начать тут район строить? Халка у нас пока вроде есть. У нас сейчас начнет копиться на фермах. Халка. А, все классно. У меня аж... Пошли нахлеб. У меня тут дороги нет. У меня тут ломать придется строить как-то дорогу. Что-то сносить. Что-то перестраивать. Ладно. Ждем пока накопят пацаны вина. Давайте мы, наверное, посмотрим винный завод еще один. Поставим вот тут. Если нам дадут наших людишек. И по рабочим. Занятость хорошая. Давай еще один винитов. Твою мать. Ладно. Л-Л-Бестин этот раз. Не заняты. То есть у меня безработица небольшая есть. Вот. Три рабочих надо. Ладно. Три рабочих. Это ничего. Надеюсь, сюда сейчас винограда натусуют. Для работников винной промышленности сделаем тут красивое место. Пусть они отдыхают в тени наших корейнских колонн. А, шерсть закончилась на рынке. Вот это хреново. Это реально хреново. А что у нас по рабочим? По рабочим. Вот. Занятые рабочие. Три работника нужно. Ну, извините, хлопцы. Мне вам. Работников нет куда взять. Так. Ну, шерсть куда бедно прибывает. Она-то прибывает. А куда забрали? Шерсть. Надеюсь, на рынок. Ну, на рынке типа шерсти есть. Так. О, а там рынок накопил шерсти. И поганят. Вот. Все винные пресса заработали. Виноград возят. Нет, не все пресса загружены. Вот у меня и не загружены. Я надеюсь, сейчас сюда привезут на этот пресс. Он заработает. Кефирен думал. Хуже думает о нас. Я же тебе послал-то, сволочь. Ну, поздно сильно, да? Я тебе послал. Я тебя своим вином послал. Понимаешь? Да, вот. Беда какая. Неправильно я все-таки строился. Неправильно надо было Вот здесь все Начинать делать. Я на всякий случай Если эту миссию все-таки и выиграю Сохранение при переходе на следующую Сделаю другое Может придется ее И переигрывать Ну, чтобы интереснее было Как-то Можно прям сейчас, но Мы не просто для удовольствия играем Мы еще и ролик записываем Сейчас раз этот кефирон Или кто-то на нас пообижался Несколько раз Вторжение как начнет От тебя и здрасте Бабушка Юрия в день Шерсть все-таки Более-менее Надеюсь, наши пацаны Будут справляться с этим делом Наши пацаны Да, в принципе у нас деньги есть Ну, могли бы покупать И доспехи И бронзу Могли бы В принципе, надо было там Строиться Ну, уже все В этот раз поздно Ждем, когда вина накопят Вкусим вина Раздосадованы И что ты Раздосадованы На тебе дерево Потому что Я у тебя вина попросил Свобода ты Раз как от нехватки шерсти Масло Благодарить за дерево Ну что, ты уже Довольный? Равнодушный? Деревянная дипломатия Так, венцо Венцо прибывает Лук привезли Притом огромную тележку Одевать его Некуда Еще лук привезли Да, блин Можно было строиться Вот здесь Вот пытаться Сделать город Намного больше Нужно, конечно Раздать Все древесины Склад снести Инспектора Сюда переставить Здесь вывести дорогу Поставить Еще один амбар Та твою мать Задрали Ну что, дорогие друзья Я думаю В принципе Давайте на этом Эту серию закончим Скорее всего Именно на этой карте Я буду продолжать Строиться дальше Буду делать перестройку И буду пытаться Заселить вот эту часть Потому что Вина надо намного больше Чтоб задание выполнить Спасибо за внимание Если было интересно Пишите комментарии Давайте советы Ну вот Чуть неправильно Я видать тут построился Так что До скорых встреч Дорогие друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому